здравствуйте дорогие девочки мальчики новенькие старенькие все кто зашел на мой канал сегодня у нас чуть-чуть макияжа но тема этого макияжа по запросу одной девушки которая меня смотрит девушку зовут эльвира эльвира задала вопрос в комментариях рассказать что-нибудь пальмовых листьях на которых записаны гороскопы людей естественно я эту тему знаю вот и вот сегодня я хочу об этом поговорить простите немножко трогаю лицо жарко надеюсь простите да что у меня прям некомфортное состояние из-за этой жары ну ладно так что давайте будем потихонечку краситься и я вам расскажу все что я знаю о пальмовых листьях на которых записаны гороскопы людей а вот поэтому всех у кого хватит терпения меня смотрите это видео могут кое-что для себя интересное подчеркнуть так что я хочу я хочу это делать макияж на я немножко нанесла консилер межресничку губы накрасила ну чтобы сократить время длинные видео у меня так ну чтоб немножко покороче и естественно чтобы хватило заряда на телефоне вот так сейчас немножко хочу тени положить на нижнее веко таких коричневых но ведь у меня теплая накидка дупата теплая в стиле раджастан соответственно хочу немножко сделать такой теплый макияж на тени добавить тени и реснички собираюсь пойти в храм видео закончу с вами хочу пойти в храм сегодня у нас четверг и полнолуние гуру курнема такое время достаточно мистичное я бы сказала поэтому пойду хочу пойти в храм поучаствовать в вечерней службе сделать пари крому сделать донейшин храм то есть духовная практика девочки духовная практика она же и есть плюс я всегда говорю об упаях почему потому что это очень важно потому что они предназначены для изменения кармы и одна личная моя упая для моего гуру надо делать в этот день поэтому как говорится буду совмещать приятное с полезным сейчас 1 подмарафечусь с вами расскажу о пальмовых листьях и пойду быстренько на пару часиков сейчас у нас шесть семь восемь начинается мандала арати вечерняя служба древнейший ведический храм в городе решикеш для новеньких скажу что меня зовут джайя на данный момент сижу в решикеша на полу в гистхаусе в индии вот живу здесь уже третий заезд третий год живу работаю по своей прямой так сказать работе джотиша джотиши я профессиональный ведический астролог соответственно имею шо вам рассказать такие касаемо данной темы по вопросу пальмовых листьев вот все намного не будем красить ну так чуть-чуть просто а то знаете в ведическом храме дэвы стоят такие красивые такие наряженные то как-то грех идти да в страшненьком состоянии ну не страшненьком а просто тоже надо добавить себе красоты тем более веды говорят что тело человека это храм для души а храмы нужно украшать особенно женские вот так тут не есть красивая блестяшечка положению на подвижная века чтобы красиво свете ночных решикешских огней чтобы блестели глазки девочки все кто присылал мне недавнее время донаты я вам очень за них благодарна получила обналичию и когда обналичию это пойду кормить коров от своего имени от вашего имени корова священное животное и кормление коров это всегда очень благоприятно для судьбы то есть вообще для общей судьбы священное животное поэтому кормление забота о корове это всегда дает good карму накапливает очень хорошую карму поэтому те девочки которые сделали donation я от вашего имени естественно тоже буду это делать чтобы ваши донаты тоже принесли вам хорошую карму я понимаю что вы эти донаты делаете за мою работу в ютубе да за мои видео ну я хочу чтобы вам тоже от этого шел плюсик вот поэтому от вашего имени я же ваши имена там записываю имя фамилия когда там приходит сообщение от вас из банка имя отчество чтобы на ваш кармический счет тоже пошел вам плюсик скажем так вы мне помогаете поддерживаете донатами своими благодаря меня за мои видео я хочу таким образом вас отблагодарить сделать для вас от вашего имени кормление коров чтобы вам пошел плюс в личное кармическое дело вот потому что благоприятная карма она нужна всем потому что благоприятная карма в нашу жизнь приносит хорошие события ну а негативная карма естественно негативная поэтому лучше как говорится хорошей позитивной кармы много не бывает да поэтому почему бы так не поделать потому что наверняка вы живете в достаточно больших городах где коровы по улицам не гуляют более того в эти города в коров убивают и кушают тем самым совершая страшный грех понимаете да совершая негативную корову поэтому иногда обезьян кормлю это тоже хорошо иногда коров так сейчас я подрисую стрелочки стараюсь максимально быстро сделать доделать макияж чтобы потом уже приступить к рассказу о пальмовых листьях тема эта интересная важная ну начну потихоньку говорить да первый раз о листьях я узнала в своей академии в 2003 или в 2004 в 2004 в 2004 в 2004 году я поступила в международную академию астрологии и медлиной информации я там проучилась 4 года естественно да по основе на степень астролога вот и к нам естественно наши учителя у нас была учительница там ее муж они создали эту академию а вот она наверно до сих пор существует скорее всего хотя может быть уже и нет потому что получается прошло почти уже 20 лет на тот период моей учительнице было 50 с лишним лет сейчас ей около 70 ну скорее всего может уже и не работает может уже все ну что первые 4 года я сама изучала астрологию по тем книгам да что у меня были ну я чувствовала конечно же что знаний не хватает и вот случайным образом ну как говорится случайность и не бывает да нашла при том что не было интернета только телевидение я нашла вот эту международную академию и поскольку академия международная девочки к нам я включу лампочку повесила маленькую лампочку к нам наши вот учителя они приглашали из разных стран астрологов по тибетской астрологии из тибета приглашали астрологов они давали нам мастер-классы из Индии в 2006 году приезжал индийский астролог доктор Рао и именно благодаря этому я узнала что есть джотиша шастра и уже начала копать 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 в эту тему углубляться потому что я поняла что это изначальная астрология которая дана богом правда уже многие индусы даже этого не понимают они как-то европизируются что неправильно уходят от традиции но это неправильно потому что уход от традиции влечет за собой дилетантство и профанацию приезжали из Америки из Канады из Европы из Болгарии мужчиной приезжали из Германии естественно каждый год наша академия устраивала международные конференции откуда вот ну и приезжали да астрологи ну и естественно еще вот 20 лет назад наша учительница вот эта со своим мужем они ездили в Индию вот ездили в Индию когда были праздники вот эти великие духовные праздники Кумбхамела другие ведические праздники ездили по святым местам естественно что же искали информацию да книги вот привозили наша учительница знала очень хорошо знала английский она всегда все переводила и соответственно книги по джотишу сама лично переводила на английский с английского на русский а вот печатали книги ну что я говорю раньше интернета не было все было в печатном варианте вот вот поэтому как дать материал изучать да надо естественно его перевести напечатать книгу да и студентам мы покупали естественно эти книги переводах и так далее учились в общем и вот тоже в один из годов они поехали в индию вот пока у нас были каникулы они там да между семестрами пока были каникулы они поехали в индию и они нам сказали что вот мы едем в индию приедем там через месяц где-то так примерно пока там по всем святым местам и так далее вот и мы планируем посетить чтение по пальмовым листьям наших гороскопов ну и потом приедем вам все расскажем ну нам ученикам а вот мы такие ура хорошо хорошо вот и они уехали так сказать в эту командировку скажем тогда в индию астрологическую вот и естественно через месяц вернулись и на одном из занятий вот одно занятие у нас было посвящено вот этой теме и наша учительница нам рассказала как они ехали как они добирались как проходило чтение зачем почему что это за листья и так далее и так далее и так далее вот то есть это это первое первый момент когда я вообще услышала об этих листьях то есть это был 2004 год понимаете 18 лет назад девочки и что она нам так потом уже спустя какое-то время сейчас последние года я постоянно слышу об этих листьях но честно скажу я пока до этих листьев сама еще не добралась и не искала хотя я в Индии третий год уже но я не поперлась как говорится не поехала искать этих эти листья да чтобы мне прочитали мой гороскоп мне хотелось бы интерес есть мне хотелось бы но я пока не чувствую знаете вот такого дикого желания более того я не знаю пока точного адреса и куда ехать за этими листьями и не чувствую прям бешеного желания искать этот адрес я знаю свой характер если я захочу вот мне прям вот мне проставит да я и сесть на тут всю Индию переверну и найду адрес этих где читают эти листья поеду заплачу сколько надо да чтобы мне эти листья мои почитали с моим гороскопом и так далее ну то есть у меня есть такой знаете интерес есть я об этом знаю я знаю что это в Индии то есть уже периодически я об этом слышу но как то вот знаете вот наверное еще карма не пришла если она есть эта карма да чтобы я поехала туда потому что у нас же на все карма понимаете вот у нас нет выбора девочки у нас все обусловлено нашей кармой даже наши мысли и желания вот негативные желания которые впоследствии должны нам принести страдания обусловлены нашей негативной кармой позитивные позитивные понимаете то есть я знаю то сё ну вот пока я не почувствовала и не было какой-то ситуации там да что вот все мы едем к этим астрологам там если такая ситуация будет то есть если это у меня в карме есть то конечно же моя судьба так сложится да что я оп и доберусь до этих астрологов естественно если это произойдет я сниму на эту тему видео а пока я просто знаю об этом да постоянно во время от времени об этом слышу ну чтоб прилагать какие-то прям усилия нет ну может быть потому что мне достаточно знаний моего гороскопа который я сама рассчитываю да знания моих рук моего гороскопа ну как бы то есть в общем и целом я знаю скажем так свою судьбу это во-первых во-вторых я же делаю упаи для изменения судьбы да а когда человек делает упаи его карма меняется понимаете то что было записано оно уже будет другое ну то есть оно меняется даже отпечатки пальцев начинают меняться и причем здесь кстати отпечатки пальцев ну и вот смотрите какой момент библиотек эти библиотеки где хранятся в сундуках гороскопы они записаны на пальмовых листьях эти гороскопы были записаны пять тысяч лет назад перед началом калиюги перед началом калиюги такие просветленные мудрецы брамины они записали гороскопы каждого человека кто будет жить в калиюге и гороскоп каждого человека который придет почитать свой гороскоп вот они записаны на пальмовых листьях почему потому что пальмовые листья они сохраняются 400 лет бумага 400 лет не хранится как вы понимаете да пальмовые листья они хранятся 400 лет то есть с ними ничего не случается и каждые 400 лет кстати эти листья переписываются и переписываются естественно вот так ну вот этими знатоками нынешними которые живут да есть и так далее и таких вот библиотеки эти все библиотеки находятся на территории Индии вот и таких библиотек четыре то есть в Индии всего четыре храма четыре места где есть вот такие храмовые библиотеки где хранятся вот эти свитки ну они в сундуках вдруг ну там насколько нам рассказывала вот наша ученица такие огромные сундуки и в этих сундуках лежат вот эти листья друг на друге и вот на них там записаны вот эти гороскопы ныне то есть всех людей которые будут жить в Калиюгу и естественно записаны именно гороскопы тех людей у которых есть карма прийти и узнать да свою судьбу там в мелочах в тонкостях и так далее вот и в этих листьях записаны естественно гороскоп судьба вплоть до мелочей имена мамы имя папы имя матери дети имя мужей сколько мужей какая профессия то есть ну вот чем человек будет заниматься в какие годы будут проблемы в какие годы будет это это то есть вот вот все 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 а вот понимаете вот вот да и знаете какая вот момент что вот человек приходит да и для какого-то человека один два листа только записано с его судьбы да там одна там одна две главы для некоторых есть там больше глав есть так называемая духовная глава то есть глава о духовном пути человека там может быть записано его духовное имя какой духовный путь какие духовные аскезы он совершал в прошлом воплощении да вот так же естественно там записано прошлые жизни то есть там ты открываешь там сразу может быть написано что вот там в одной из прошлых жизней да вы совершили там такие такие поступки это привело к какой-то тяжелой карме и благодаря этому вам пришлось родиться сейчас в кальюгу чтобы эту плохую карму и жить отработать если отрабатывать не хотите вот значит надо делать опять же упаи да там какие-то пуджи или хомы или какие-то упаи надо вам делать то-то 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 это всегда индивидуально абсолютно индивидуально потому что ну судьбы у всех индивидуальны соответственно и разные упаи индивидуальны вот и как я говорила ранее да в своих видео упаи они бывают ведические тантрические йогические и так далее работ и как это все происходит а надо сказать что раньше этих библиотек было четыре но поскольку калиюга и уже идет закат калиюги все больше и больше человечество деградирует и соответственно исчезают скажем так вот эти знания и насколько мне известно уже из последних так сказать новостей которые до меня доходили из четырех вот этих библиотек осталось только три по-моему то ли три то ли даже две и они раскиданы так по индии знаете одна на севере одна на юге одна на востоке другая на западе и вот ну одной точно уже нету ну я вот не помню то ли три осталось то ли уже даже две но то что одной нету это сто процентов то есть она просто вот все не работает ушли там ну потому что вот эти листья они передаются в браманической семье от отца к сыну то есть просто постороннему человеку эти знания не передают то есть не передают знания как найти нужный лист именно с вашим гороскопом не передает не перед не могут передать знания чтобы прочитать потому что эти свитки они записаны там либо на санскрите либо еще на более каком-то древнем диалекте который ну мало кто может прочитать а в браманической семье если тоже рождаются мальчики тоже у него такая природа бромина потому что этим всегда занимались бромины духовными всякими такими и естественно вот этими ведическими знаниями вот то с детства этого мальчика обучали естественно читать эти листья обучали искать эти листья сочетать эти листья переписывать эти листья на вот этом именно языке и определенным почерком понимаете да вот и поскольку не всегда есть продолжение да там есть наследник или по каким-то другим причинам но суть что я уже слышала такое что осталось по моему только три библиотеки что ли или даже две вот на юге одна точно есть она действует на севере вроде бы как есть и плюс я также много слышала что сейчас очень много появилось шарлатанов которые выдают себя за чтецов вот этих пальмовых листьев вот естественно берут большие денежки ну надо сказать что даже не у шарлатанов а у реальных чтецов этих листьев вот это вся процедура чтобы ну там ты приходишь надо сказать что твой гороскоп ищут по отпечатку большого пальца если женщина приходит она должна поставить там два отпечатка своего большого пальца левой руки вот и по этому отпечатку бромин уже идет в эту библиотеку и начинает искать гороскоп плюс еще вот как нам наша учительница рассказывала там берут отпечаток пальца там берут какие-то просят сказать цифры ну просто там скажи там цифру от одного до девяти вот просто наобум человек говорит и бромин там куда-то смотрит там да правильно вот потому что в самих листьях в самих листьях уже написано кто придет какую цифру он скажет понимаете а это лишний раз доказывает то что у нас нет выбора девочки понимаете даже вот цифру там наобум скажи цифру наобум он там три этот идет находит листоке там сказано вот как нашей учительнице сказали да а плюс там есть естественно традиция ну в джотише традиция что все консультации открытия гороскопом они должны быть только в дневное время после захода солнца чтение не идет и я тоже свои кстати консультации согласно традиции стараюсь провести в дневное время очень редко очень редко когда вот ну вот нету другого времени кроме как вечернего да потому что человек там с утра до вечера на работе то иногда происходит вечером вот ну сейчас калиюга видите люди работают до ночи что ну неправильно работать человек должен в дневное время пока не зайдет солнце если солнце зашло то есть в 6-7 вечера все всякая работа даже война должна прекратиться так правильно понимаете потому что после сумерек после захода там уже действуют какие-то другие энергии там уже идет энергия раху кету то есть уже такие всякие не особо чистые энергии скажем так идут да вот и соответственно чтение гороскопа чтение судьбы оно должно происходить в дневное время и вот нам наша вот эта учительница рассказывала что когда они приехали а оно там где-то в горах там они там ехали на перекладных то на автобусе то на лошадях там где-то в горах в каких-то там в эту же библиотеку в этот храм вот где-то там задержались что-то такое приехали естественно что-то в восьмом часу вечера ну начали стучаться вышел бромин ну они говорят что вот мы из России там приехали прочитать свои гороскопы он сказал ну уже закат солнца приходите завтра а они говорят а мы не можем завтра вот ну не можем нам завтра с утра уже надо ну выезжать опять назад у нас там самолет вот в россию ну вот никак пожалуйста примите вот такой подумал ну посмотрим да они зашли вот она сказала что у нее у мужа мужчина правой рукой делает отпечаток большого пальца женщины левой мы сделали отпечатки пальцев они у нас спросили вот так вот типа скажи там типа число от нуля там до десяти ну она там какое-то свое число сказала он свое он пошел говорит долго там копошился в этих сундуках приходит с этими листьями и говорит и начинает читать что а он начал проверять говорит сначала вот ее гороскоп по отпечатку то есть он по отпечатку пальца нашел по вот этой числе и там сказано что придет такая женщина из России проверочную цифру она скажет вот такую и она реально такую сказала понимаете девочки нет выбора даже если нам говорят скажи цифру любую от нуля до десяти мы там шесть и кажется ой да я просто сказал не бывает ничего просто почему ты именно шесть сказал понимаете наши даже мысли наши желания наши действия наши вкусы они всегда обусловлены нашей кармой понимаете всегда а вот и он говорит да правильно а вот а вашего маму так ну там вашу маму так зовут она говорит да так а отца так зовут да так а он говорит ну хорошо это ваш гороскоп берут гороскоп ее мужа то есть да с которым она приехала ну они вместе же отпечаток палец подошел цифра подошла маму так зовут папу так зовут да жену так зовут да да и там сказано и там уже в этом гороскопе было написано что вот из россии придет вот такой-то человек и он придет после заката солнца и для него не будет и ему не будет отказано и ему проведут чтение гороскопа потому что такая ну форс-мажорная ситуация то есть и для него все равно будет делаться чтение и она говорит сказали все и как маму зовут и как папу и в какие годы что происходило и есть дети или там нету детей у нашей учительницы не было детей вот и где она там раньше работала и чем она сейчас занимается чем будет заниматься сколько проживет ну вот просто все она говорит я сидела говорит у меня волосы дыбом встали а у нее волосы черная коса такая была черная коса девочки до колен клянусь до колен была черная коса у нашей учительницы вообще такая внешность была специфическая она по национальности была ну она в москве родилась жила но она не была скажем так славянкой да у нее была другая национальность с востока с кавказа у нее была черная вот такая косище до колен понимаете ну а муж был и сесть на русский вот они вдвоем еще там в этих 90-х годах организовали вот всю жизнь тоже изучали вот это все и организовали академию то есть это было здание не такое онлайн академия как сейчас ты концов не найдешь нет они арендовали помещение у нас там были парты классы все как положено академия ну по астрологии они запатентовали ну то есть серьезные люди не просто вот сейчас там три месяца каких-то марафонов академия а где эта академия в инстаграме написали академия школа астрологии все ничего да как бы за этим не стоит плюс уже они были в годах а вот то есть уже за пятьдесят им было вот я говорю сами перевозят сами же вот они ездили в Индию искали эти книги сами перевозят ну что на тот момент в 90-х годах не было литературы ну не было еще ничего они сами это все добывали переводили и вот давали своим ученикам то бишь нам вот и вот и вот она нам рассказывала вот как они съездили туда вот сейчас то что мне известно как я уже сказала эти библиотеки в храмах существуют в Индии но осталось я говорю то ли три то ли только две осталось многие так называемые шарлатаны которые просто хотят на этом подзаработать ну врут ну они там говорят рекламу дают что вот мы читаем листья листья на ну то есть вот эти листья пальмовые гороскопы ну на самом деле они обманывают и некоторые люди рассказывали что вот я там нашла побежала к этим листьям вроде бы там читали какой-то листок ну ничего говорят не сбылось ничего не подтвердилось то есть ну то есть шарлатанят те же индусы шарлатян шарлатанят чтобы на этом заработать но даже и не шарлатаны вот на юге есть точного адреса не знаю девочки не знаю я знаю что на юге в южном штате там где Чанай где-то в штате Кирала где-то там короче недавно просто я слышала о них информацию от там разных астрологов что некоторые туда ездили якобы с ними сотрудничают и на данный период времени чтение гороскопа то есть вот эта консультация скажем так чтение гороскопа одна глава там даже да если одну главу почитать а вот стоит пятьдесят тысяч рупий почитать то есть вы приедете по вашему отпечатку пальца там да по опросам найдут ваш гороскоп и там почитают вам только те главы которые есть потому что бывает что не все главы есть из вашей жизни вот там одна глава по личной жизни другая глава допустим там касаемо работы и все а у вас есть вопросы а он вам скажет а нету такой главы нету такого листа касаемо этой сферы жизни приходите через год через два может быть появится то есть у них тоже там такие вот мистические вещи происходят что не было а потом как бы на листе появляется как бы да вот эта часть через какой-то период потому что поскольку эти листья они же скажем так даны все вышли все вышлим ну поскольку джути шашастру да вот эти знания это же наука в армии курирует господь шива и барвати и как я уже сказала они были записаны на листьях пять тысяч лет назад с лишним перед началом калиюги то есть это было еще до христианства до мусульманства понимаете потому что как я говорила и сейчас повторюсь был создан мир он создан богом и в ветах он сам себя называет брахман а уже от него исходят три главных энергии которые сейчас скажем так в простонародье называют шива вишну и брахман и этому всему миллионы лет миллионы миллиарды лет а христианство мусульманство католичество всего лишь плюс-минус две тысячи лет понимаете даже эти листья они были записаны вон еще того же Иисуса Христа в помине не было более того христианство мусульманство католичество оно придумано людьми в угоду тем же людям и там очень много очень много неправды очень много домыслов неправды то есть ну как выгодно я не хочу никого дискредитировать я просто говорю правду девочки поймите правильно вот а вот саната надхарма да которая переводится санскрит как вечное знание вечная традиция она дана богом понимаете вот эта система саната надхарма и в этой системе три ветви знаний веды тантра и йога вот это дано богом и вот эти настоящие вот эти все знания они настоящие они практичны и если человек согласно им живет действует и так далее он естественно улучшает свою судьбу карпу и так далее потому что все эти знания предназначены лишь только для одного чтобы человек жил в гармонии с собой с этим миром духовно развивался а вот вот эти так называемые духовные традиции хотя где тут традиции всего лишь две тысячи лет да христианство мусульманство католицизм иудаизм это придумано людьми а придумывали там такого по на выдумывали вообще и кто этому всему следует где это все вот где кто всему этому следовала если бы следовали хотя бы тому если бы хотя бы этому следовали хотя бы то не было бы такого хаоса, не было бы такой страшной деградации, понимаете, наоборот, таких делов натворили, каких делов натворили, я позже расскажу, у нас просто приближается скоро время, через месяц будет время почитания предков, очень важная тема, я постараюсь на эту тему сделать видео, очень важная для всей земли, для каждого человека. По поводу предков, как их надо хоронить, и почему сейчас происходит такой хаос в мире, а одна из причин, то что неправильно хоронят предков, а почему начали неправильно хоронить? Потому что начали разрушать вот эти данные Богом традиции, навязывать свое, понимаете? Поэтому, девочки, тема важная, вот, а потом удивляются, почему в мире такая карма хреновая, и у каждого, вот. Поэтому, даже вот в Индии, даже у настоящих вот этих броминов, которые до сих пор читают листья, вот на юге есть, как я уже сказала, такое место, и на данный момент времени, на сегодняшний год, мне озвучивали цену, чтение одной главы из вашей жизни, чтение одной главы из вашей жизни по этим листьям стоит 50 тысяч рупий. А 50 тысяч рупий, это практически 50 тысяч рублей, ну, почти один к одному. Ну, там курс всегда меняется, ну, примерно всегда плюс-минус, понимаете? Просто, чтобы одну главу вам почитали, 50 тысяч стоит. Вот, если там эта глава, эту главу, эту главу, естественно, еще, еще, еще день уже, то, в общем и целом, там выходит, вот, как люди говорили, 200 тысяч, 250, то есть до 300 тысяч. А если надо делать упа, и они, как правило, нужно делать, да, и если человек хочет, чтобы это те же брамины за него делали, да, от его имени, ну, что там, допустим, есть хомы, пуджи надо делать, допустим, одну хому, там, да, если какая-то серьезная кармическая ситуация, ее там надо делать 48 дней подряд, и вот, если человек хочет, да, чтобы его 48 дней подряд отмаливали, да, вот его имени делали там, пуджу, то, естественно, такая пуджа на 48 дней стоит 1000 евро. 1000 евро. 1000-1500 евро, понимаете? Так что, девочки, грешить и создавать негативную карму очень невыгодно, очень невыгодно. Да, эти деньги стоят того, чтобы узнать свою судьбу, чтобы получить свои упаи, да, чтобы упаями убрать негативную карму и, в конце концов, там, выйти замуж или, там, родить ребенка, или, там, решить свои проблемы с финансами, с недвижимостью. Да, это стоит того, что лучше, заплатить 100 тысяч, да, пусть за тебя помолятся там, потому что у самого человека, у обычного человека может не хватить вот этой силы. Что-то человек может сам делать, но иногда силы не хватает, да, и надо от имени человека, да, а это уже могут люди из касты броминов, у которых есть вот эта духовная сила. Понимаете, да? А вот. Или, там, другие какие-то упаи, они бывают разные. Иногда, вот, надо что-то на себе носить. Вот, допустим, у меня вот есть вот что-то. Все думают, наверное, что это украшение. Нет, это одна из упаи, девочки. Ну, моя личная, именно касаемо моего гороскопа. А то люди тоже, знаете, они как обезьянки смотрят. Ой, у Джаи висит, я тоже сделаю. Девочки, то, что на мне есть, это все, как говорится, не просто украшение, ну, только серьги, если вот я там, и то, мне благоприятно носить серебро, даже просто, там, исходя из моей, там, асцендента лагны, да. Вот, ну, там, если вот эти два кольца, вот это, вот это все, на ногах у меня тоже там есть, это все мои упаи, даже эти браслеты, это не просто для красоты, это мои упаи, понимаете, камень. Ну, что упаи, они бывают разные. Где-то надо мантру читать, где-то что-то на себя одеть, где-то целую хому-пуджу делать, там, 43 дня подряд, там, 48 дней подряд, понимаете, с разными, там, ингредиентами, там, понимаете. Это всегда очень индивидуально, вот, смотря какая карма, по какому вопросу и так далее. На консультациях я тоже даю такие упаи, и те девочки, которые уже приходили, они знали. Понимаете, что, допустим, ну, допустим, вот, допустим, для определенного положения Венеры в гороскопе есть одна из упаи. В определенное время подмываться, там, йогуртом. Кажется, что за упаи вообще, как это, подмываться йогуртом. Два девочки, есть такая упаи. Если Венера в гороскопе стоит определенным образом, соответственно, приносит проблемы по той сфере, которую она курирует в гороскопе. Но если человек в определенное время, а это, естественно, оговаривается в упаи, какое время, человек, вот, допустим, подмывается йогуртом, у него эта карма негативно нейтрализуется, и дела касаемо этой сферы жизни у человека идут хорошо. Ну, это один из вариантов я назвала. Такая странная упаи, как это? Понимаете? Есть упаи с животными, там, с девами, в храм. Вот я сейчас пойду в храм. Во-первых, я хочу в храм. Меня всегда тянет, я люблю. И плюс еще сегодня такой день мощный энергетический, да, и одна из моих упаи тоже делается в этот день. Ну, то я пойду, понимаете? Хотя лень, хочется дома посидеть, но я пойду, вот, накрасилась, пойду. Вот, пойду, сделаю упаи, вернусь домой, буду делать расчеты гороскопа. Мне надо для клиентки сделать расчет гороскопа. Вот, одной надо просто сделать гороскоп, готовится консультация, а другой надо время посчитать для упаи, которая делается с новой одеждой. Вот, кстати, есть упаи, которая делается с новой одеждой. В определенное время человек одевает новую одежду, и у него определенная сфера жизни меняется. В месяце есть определенное время. Допустим, если вы в это время одеваете новую одежду с определенными словами, да, вот, то улучшается финансовая карма. Через пару дней у человека идет финансовая прибыль. Я сама этой упаи пользуюсь уже пять лет. Пять лет. Почему? Потому что она приносит рюкзат, она, ну, как, идет работа, такая постоянная работа с финансовой кармой идет. Есть время, когда человек одевает новую одежду, и это дает успех в делах, во всех делах, или там человек там популярность, известность получает. А есть плохое время, в которое никогда нельзя одевать новую одежду, потому что это может даже смерть притянуть, или там отравление, или там проблемы от властей. Понимаете, даже одежду надо знать, когда одевать. Ну, это связано с месячным циклом. Понимаете, в этом мире все не просто так. Законы кармы, закон кармы – это интегральный закон, который связывает нас всех, людей, животных, растения, дэвов. Понимаете, закон кармы – это саморегулирующийся интегральный закон. Мы все с друг другом связаны. Иногда даже живой человек может являться упаей для другого человека. Понимаете? Ну, вот для примера, даже, кстати, вот у моего Арджуны. Девочки, наверное, видео будет немножко не очень, уже темнеет. Сейчас договорю. Ну, в общем, вы поняли, да, насчет этих листьев. Есть, да, но, я говорю, цена, вот, пожалуйста, одну главу прочитать, 50 тысяч. Если две, там три главы, а если еще и упаи надо делать, и вы хотите заплатить, чтобы, ну, или если вы сами не сможете эти упаи там делать, да, за вас, то минимум тысяча евро бромином, чтобы они там делали. Понимаете? Но есть, которые человек сам может делать. Ну, я говорю, одна глава, даже просто одна глава 50 тысяч. Вот, видите, ними-то не вруб. Ну, ними-то, то бишь, знак, что я говорю правду. Вот. Мне, как бы, ну, хотелось бы, конечно, почитать свой гороскоп, но так. Но, я говорю, острого желания я пока не испытываю. Ну, знаете, вот, время от времени мне приходит об этом информация, то какие-то люди у меня спрашивают, то говорят мне об этом. Там, знаете, вот как бы вот так со всех сторон. Ну, я говорю, если я почувствую или увижу какой-то знак, мне дадут во сне, да, как у меня вот это бывает. Если там мой гуру, да, мой самый-самый настоящий гуру поджётишу, если он мне во сне придёт и скажет, всё, давай, езжай, тебе надо, то я послушаюсь, да, или там ещё какие-то такие знаки будут, что вот мне пора уже, да, мне пора ехать к этим листьям. Девочки, я, естественно, поеду, вот, и потом уже, да, на эту тему сделаю видео. Ну, пока вот, я говорю, я не чувствую такой тяги прям. Мне пока хватает, понимаете, мне пока хватает моих знаний о своей судьбе, да, о, да, я знаю свой гороскоп, я знаю свои руки, всё вот это. Мне пока хватает, я знаю свои упаи, я их регулярно делаю уже на протяжении нескольких лет, и благодаря этому моя жизнь очень поменялась, очень. Даже благодаря упаям я здесь сижу, ну, вот, в Решикеше, в святом месте уже третий год, понимаете? Если бы я ещё тогда там дома не делала упаи, я бы вряд ли бы добралась сюда. Понимаете, девочки, да? Вот, а насчёт упаи, вот, да, вот я вам говорила, что даже есть упаи, когда какой-то человек для нас может быть либо упаи, либо антиупаи. Но это видно в гороскопе всегда. Ну, вот, для примера, да, будем заканчивать, потому что темнеет. Для примера, вот, у моего Арджуны, да, в гороскопе, у него определённое положение луны в гороскопе, и одна из тантрических упаи, одна из, ну, что бывает, вот там луна как-то стоит в гороскопе, да, и именно на это положение там три, четыре, пять, десять упаи. Бывает одна-две упаи, а бывает десяток. Понимаете? Даже вот для, кажется, вот у меня там, вот для моей Венеры, да, именно для моего положения Венеры в гороскопе, девочки, и это не просто, что Венера в весах. Там смотрится не только Венера в знаке весов, там ещё смотрится, в каком она доме расположена. Понимаете? То есть там много нюансов смотрится. Не только какое-то одно положение. Ну, для моего положения Венера, моё личное, там сколько? Десять упаи. Десять тантрических упаи. Можно одну делать, можно все десять делать. Ну, чем больше делаешь, тем лучше. И вот, допустим, у моего Арджуны, да, для положения его Луны, одна из упаи тантрических, там сказано, что если у человека вот такое-такое положение в гороскопе, то для такого человека в его жизни необходим рядом человек, который будет обладать духовными ведическими знаниями. То есть знаток Вед. Брамин – знаток Вед. Понимаете? Если такой человек будет рядом с таким человеком, то у этого человека в жизни будет всё складываться лучше, лучшим образом. И он так и говорит, «Бэйби, с тех пор, как я тебя встретил, моя жизнь так перевернула, ну, то есть мне так хорошо, мне легче, я стал менее агрессивным». А у него Луна, надо сказать, в знаке Овна, девочки. Ну, понимаете, да, кто чуть-чуть знает. Луна в знаке Овна, она даёт ум, эмоциональное состояние такое, постоянно в боевой готовности. То есть это люди такие темпераментные иногда, агрессивные, неспокойные, вечно им не сидится, не лежится. Ну, баран, понимаете, упертость какая-то. В знаке Овна, Луна. Но в определённом плюс ещё положении. Там сказано, что если рядом будет человек, который является носителем духовных ведических знаний, такой человек будет для него вот как бы одной из зуба и для его Луны, понимаете. И он говорит, «Бэби, да, я вот как с тобой познакомилась, я стал, говорит, очень спокойным, я, говорит, стал более спокойным, более уравновешенным. Когда ты рядом, говорит, у меня всё в жизни хорошо, мне спокойно, там дела какие-то мои получаются. Говорит, у меня всё, когда тебя нету, говорит, «Бэби, мне очень плохо, очень, я без тебя не могу жить, бэби, я без тебя не могу. Не могу без тебя жить. Говорит, в детстве, когда был, в юности, постоянно дрался там, а у него такая кшатристская природа, то есть только что сразу драться там. Там такой, с детства там разбивал телевизор, то есть такой, знаете, дрочон, ну, спортсмен, естественно. Вот, то есть он такой, вояка, знаете, ну, казак, короче. У него морда такая, вон, кшатристская, то есть он такой, знаете, вот, ему, естественно, даже нравится. То есть у него такая смешанная природа тоже, у него от папы есть чуть-чуть браманического такого, а мама кшатрика, и у него в роду очень много было полицейских, военных, ну, то есть кшатристская такая природа. Ну, это видно по роже даже вот. Потому что ваз, ну, каста, да, или варна правильно на санскрите, варна переводится как цвет. Она показывает психофизическую природу человека. Психофизическую. Псих, значит, какой уровень сознания у человека, а физическую это даже по теле видно, по положению руки, там, ну, вот, всё, понимаете, там, естественно, гороскоп. Ну, вот такая кшатристская, чуть-чуть с перемешкой, с добавлением браманический папа-доктор, знаете, такой спокойный, такой. Ну, брамин, они такие спокойные по природе, такие, к знаниям тянутся. А мама у него кшатрика такая. И вот с маминого рода, как раз-таки у них там практически все мамины братья, там, дяди там всякие. Они все там, даже сейчас, они там в Дели полицейские, там, кто в армии был. Ну, то есть такие вот военные, там, и так далее. А вот. Там в государственных всяких учреждениях работает. Даже мама тоже работает у него, у мамы, кстати, на государственном, в государственном помещении. Ну, вот так вот. То есть получается, вот, живой человек, который является носителем этих знаний. А что такое быть носителем, да? Это, во-первых, вовремя советы всякие ты можешь ждать, да, когда человек рядом такой. А во-вторых, эти знания, духовные знания, они же имеют духовную силу, да? И если человек является носителем, он пропитан этой энергией этой, то рядом со мной он так раз успокаивается, то есть ему нормально, то есть, а вот. Даже очень успокаивается. Не кидается там, не драться, не выяснять отношения, ничего, то есть такое, ну, понимаете, да? А вот. Также есть вот, у меня одна женщина-клиентка. У неё одна из планет находится в Накшатре. В одной из Накшатр. Эта Накшатра очень неблагоприятна. И вот там сказано, что, в её гороскопе, что если у вас такая вот неблагоприятная Накшатра, то, чтобы нейтрализовать, это неблагоприятное положение, которое выдаёт, да, неблагоприятную карму, рядом вам нужно иметь человека с другой Накшатрой. И вот нахождение такого человека рядом, если Накшатра в его гороскопе проявлена, будет нейтрализовать вот ту неблагоприятную карму. И что вы думаете? Это моя клиентка, а та Накшатра, которая нейтрализует ту неблагоприятную, её Накшатру есть у меня. То есть, получается, я для неё являюсь такой ходячий, живой упаянью. И она тоже говорит, так мы знакомы с ней 18 лет, мы как раз в этой академии с ней познакомились, но она так астрологами не стала. И она тоже так и говорит, вот когда ты рядом, вот те советы, которые ты мне даёшь, которые мне надо там, да, по жизни что-то делать, плюс тянешь меня за собой все 18 лет, да, там работаешь со мной и так далее, и моя жизнь лучше. Намного диагнозы поснимались, там бизнес выстроился, да, там квартира получилась, дача получилась, понимаете? То есть за те 18 лет, пока я с ней, и являюсь её консультантом, и она, да, берёт мои советы, вот это всё, её жизнь всё лучше, 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 лучше. И в материальном плане, и в плане здоровья, и в плане мозгов, и так далее. Потому что в моём сознании, в моём гороскопе проявлена вот эта накшатра, которая нейтрализует её негативную накшатру, которая выдаёт ей там очень много разных проблем. Понимаете? Поэтому даже иногда вот живой человек для нас может быть вот такой упаи. Понимаете, да? А вот. А они, все эти упаи, это определённая система в джотиша-шастрия, и её цель лишь одна. Изменение кармы человека в лучшую сторону. А иначе, девочки, мы не выберемся из этого ада. На земле счастья нету. Здесь рождаются все, особенно в кали-югу, с негативной кармой, которую надо отрабатывать. И отрабатывается она двумя путями. Либо путём знаний, либо путём страданий. Понимаете? Поэтому те, кто хотят знания, надо идти на консультацию. Хоть к этим листьям, или хоть к какому-то более-менее хорошему, адекватному, а самое главное, честному астрологу. Пусть он вам чуть-чуть скажет, но зато честно. А не так. Ой, да у тебя всё будет хорошо. Это твой муж-козёл, а ты умница-красавица. У тебя всё будет хорошо. Пошли его нахер подальше. Девочки, это не консультация, это болтовня на кухне. Муж – это орудие в руках нашей судьбы. Вот какая судьба у вас по семейной карме, вот такой у вас и будет муж. Муж просто играет эту роль. Поэтому надо не на мужа орать, или проклинать его, кричать, разводиться. Это не поможет. Никому ещё не помогло. Сами знаете. А надо со своей кармой работать. И потом результат какой? Когда ваша карма поменялась в плане, ну, допустим, супружества, то этот муж, который есть, если он способен дальше исполнять ту новую вашу семейную карму, он у вас остаётся и, как говорится, меняется на глазах, и кажется, блин, золотой человек. Либо же, если он не способен, если он уже, ну, не может с новой кармой, да, то этот муж сам собой исчезнет без каких-либо проблем, безболезненно, вы там разойдётесь, да, никто никому, то есть, ну, не будет ни страданий, ни обид, ни проклятий, то вы просто тихо, мирно расстанетесь, и на его место придёт новый, лучший, согласно новой карме. А других путей девочки нету. А то люди живут, ой, козёл, такой-сякой, всё, бегу на развод. Побежала на развод, а потом сидит в этих, на сайтах знакомств. И тоже, ой, одни козлы, одни козлы, да не одни козлы, это карма у тебя козлиная, карма козлиная, понимаете? И будут козлы до тех пор, пока не изменится карма. А чтобы она изменилась, вот, надо прийти на консультацию, увидеть, узнать, что постролог сказал, как на самом деле обстоят дела у тебя с личной жизнью, да? Ну, я о личной жизни говорю, потому что девочек больше личная жизнь интересует. Мальчиков интересует, естественно, больше деньги и работа, да? Ну, поскольку женщина обращается больше по личной жизни, да, то я на эту тему больше, да, говорю. Ну, что, это тема номер один вообще у женщин. А вот. Надо просто прийти на консультацию, чтобы к нормальному, более-менее честному астрологу, чтобы он честно сказал, какая на самом деле у тебя карма, и дал тебе упай, и всё. Год-два сидишь, делаешь упай, и ты увидишь, что козлы где-то там есть, а к тебе цепляются только более-менее нормальные, адекватные мужчины. Понимаете? Я сама по себе знаю, девочки. У меня было несколько браков, и много очень ухажёров. Я очень натерпелась от них. Хотя, по большому счёту, неплохие ребята, они прям уж плохие. Но я столько от них натерпелась и измен, и предательств, и вообще там сейчас даже всё не перескажешь. И естественно, они там и покуривали, и бухали, и изменяли. И самое интересное, там даже не сколько они плохо делали, а их мамы, их мамы, их учили, что надо тебе другую найти, не надо с Джайей, надо развестись, я тебе другую невесту найду, давай ищи другую. То есть мама давала разрешение гулять и искать другую. Там больше ещё мама. А у меня так в гороскопе и написано, что там мама будет играть, их мама, то бишь моя свекровь, играть ключевую роль, чтобы для разводов. И они, слушаясь маму, потому что материнское слово, оно имеет очень большую силу. Даже веты говорят, что глаза сына находятся в сердце матери. Глаза сына находятся в сердце матери. Если вы матери, его мать, то бишь вашей свекрови не нравитесь, сами знаете, девочки, они сделают всё, чтобы вас развести. Вот в моём случае было так, потому что у меня там была определённая комбинация. Эта комбинация как раз-таки показывала человека, который будет разрушать мои брачные отношения, и этим человеком являлась именно мама. То мне больше мамы навредили. Там мамы рулили, а муж уже просто исполнял волю, понимаете. То я просто делала лупай и так далее, и так далее, то сейчас вот у меня другие отношения. Мама Арджуны, она не запрещает общаться, она ему не говорит, ой, давай ищи другую, нет. Она наоборот спрашивает, а ты Джае купил подарок? Она мне подарок передала. Да. Он говорит, ой, мама, Джае меня так любит, так обо мне заботится. Мама такая, а ты, Джае, заботишься? Ты должен, ты тоже мужчина, ты должен о ней заботиться. Арджуна говорит, да, мама, я очень заботюсь. Я всё делаю. Вот. Понимаете? То есть совершенно другое поведение. И мамы, она меня видела, она меня знает. Более того, мы только познакомились, он тут же побежал маме, рассказал, мама, я познакомился с девушкой, я хочу на ней жениться. Да вот. Понимаете? Ну вот. И Арджуна по своим качествам личности, он абсолютно другой человек, он никогда не бухал, он никогда не курил, он даже не пробовал, он не знает, как вкус алкоголя, даже шампанского, никогда не бухал, никогда не курил, никогда не ел мясо, рыбы и яиц. Понимаете, по своим качествам личности, он очень уважительно относится к людям старшего возраста, вот на улице старший человек, он кланяется, вот дотрагивается руками до стоп, если проходит мимо храма, он кланяется, поэтому девочки, которые мне писали в сообщениях, ой, чувство как арджоне, к этому юноши, бла-бла-бла, я вам желаю найти достойного партнера, девочки, на данный момент это лучший партнер в моей жизни, я ищу не возраст и кошелек в мужчине, я ищу качество, ищу, а там, как говорится, как судьба дает, и на данный период, благодаря упаям, судьба мне дала этого человека, да, он младше по возрасту, но у него есть все мужские вот эти качества, его достоинства, понимаете, которые очень важны для отношений, потому что я сама не курю, зачем мне мужик, который курит, я сама не бухаю, зачем мне мужика, у меня было уже такое, и возраст был нормальный, и мужики русские, ну, они бухали, курили, где-то там наркоманили, с шалабами таскались, не работали, сидели там на шее, поэтому дело не в этом, надо карму менять, карму менять, понимаете, ну, ладно, девочки, время уже 7 часов 10 минут 8, мне надо одеваться, движать до храма, потому что уже служба начнется, ну, и плюс уже, видите, темнота, света нет, и лампочка тоже, ну, чуть-чуть горит, она особо не помогает, поэтому, девушки дорогие, Эльвира, дорогая, вот ты мне задавала вопрос по листьям, я надеюсь, тебе все ответила, и другим девочкам ответила, вот, так что, если еще какие вопросы, девочки, пишите, все, буду закругляться, всем всего доброго, пока-пока, пока-пока.